Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях музыкант, композитор, человек, который носит звание легенды рязанского джаза, Константин Иванович Панкратов. Здравствуйте! Очень рада видеть вас у нас в студии. Сразу хочется поздравить вас с юбилеем. Хочется пожелать от коллектива всей нашей телекомпании, я думаю, рязанцы присоединятся. Крепкого вам здоровья, чтобы вас всегда окружали любимые и любимые вами люди. И любящие вас, соответственно. Спасибо, спасибо большое. Ну, Константин Иванович, хочется все-таки услышать о вас краткую биографию. Как вы начинали свой творческий путь? Как от человека, который любит красивую музыку, вы дошли до своего звания? Ну, музыкой, в общем-то, я начал заниматься очень рано. Где-то 14-15 лет. Со мной произошел такой случай интересный. Именно, собственно, почему я и стал заниматься музыкой. Вот. Как-то возвращаясь вечером из школы, я учился в восьмой школе во вторую смену. Вот. И проходя мимо дома, в котором жил мой друг, это частный дом, там такой дворик, там сидела компания, ребята, человек семь-восемь. Вот. И один парень, потом я его узнал. Он играл на гитаре, пел песню. Играл на семиструны. Когда я подошел, он так здорово играл и пел. И я решил заняться, приобрести себе гитару, освоить гитару. Первая гитара мама мне подарила на день рождения. Это была маленькая. Звали ее дамская гитара. Она была очень, очень маленькой. А кто был вашим учителем? Я сейчас не помню, как его звали. Звали его граф. Всегда. Вот. Высокое звание у человека. Высокое, да. Титул, можно сказать. Да, титул. Вот. Граф, граф и граф. Вот. Он был первым моим учителем. Он очень хорошо играл на гитаре. Он был самоучка. Пел. Само-таки шансон. Сейчас говорят шансон. Тогда называли это дворовая песня. Где-то в седьмом классе ко мне подошел парень Валера. Рыжий такой, по-моему, прям огненно-рыжий. И вот он подошел ко мне с параллельного класса. Вот. А он же знал, что я играю на гитаре. Он сказал, Константин, я хочу сделать ансамбль. Вот. И хочу тебя пригласить на бас-гитару. Ты согласен? Ну, я, естественно, согласился. Вот. У нас... И у нас образовался первый школьный ансамбль. Мы играли на всех вечерах. Но играли мы инструментальную музыку. Мы тогда не пели. Вот. В основном репертуар составлял такая легендарная инструментальная группа Shadows. Вот. Она была очень популярна в те времена. И наша советская группа, которая называлась «Новый электрон». Тут же нас пригласили в клуб строителей. Мы начали играть на танцах. То есть мы уже начали зарабатывать деньги. То время было вообще гениально, потому что это эпоха оттепелей. Как раз по всему миру началось движение хиппи, то есть свобода. И Россия, Советский Союз, хотя и закрытая сторона, но все равно проникали вот эти вот тенденции мировые. Вот. Мы же слушали приемника, запрещенные эти всевозможные передачи. Ну, все прекрасно знали, что где происходит. Хотя там и глушили, но тем не менее. Вот. Не все они могли там заглушить. Вот. Ну, в мире появилась такая группа Beatles Rolling Stones. То есть информация проникала там. Вот. В то время в гору Рощи на танцплощадке играла легендарная группа «Синие звезды». Ребята все с радиоинститута. Причем они по давляющей большинстве исполняли песни Rolling Stones группы на английском языке. Вот. А английский был английским или выдуманный английский? Стремились. Стремились, старались. Может быть, и, конечно, до конца не понимали, но привлежно. Ну, мало кто понимал. Конечно, привлежно старались скопировать даже произношение, артикуляцию, как на самом деле там все на записи происходит. И стриглись так же под горшочек? Стриглись так же. Одевали, шили такие же пиджаки без воротника. Потому что это процесс подражательства кумирам. То есть он везде был, во всех уголках Советского Союза. В бозе длинных плащах еще ходили. Да, в расклешенных брюках ходили. И лампочки вставляли в клеши. То есть клени вставляли. Портили брюки. Мама нас, папа ругали за это. Разрезали, вставляли тайком клени. Конечно, запрещалось все это. Нельзя было. Ругали и в школе. Но вы были бунтарями. Ну, как все молодые люди. Свойственное ощущение индивидуальности. Это нормально. Я поступил в Владимирское музыкальное училище. В наше я не поступил. Потому что как раз нехватка академического образования. Она сказывалась. И мне просто самому это нужно было. Я чувствовал, что нужно образование. Наше музыкальное училище меня не взяли. Я вступал два раза. Но я выглядел не совсем адекватно для заведения. Такого академического. Придерживались более неформального управления. Да, придерживался более. Но все-таки во Владимирское музыкальное училище я поступил без всякой подстрижки. Там немножко по-другому смотрели на это. Получился я пять лет. Три года на очном и два года на заочном отделении. Ну и все это время я постоянно играл. Постоянно какие-то там проекты какие-то. Как раз во Владимире я в основном столкнулся с джазом. С джазовой музыкой. Потому что город Владимир. Он такой достаточно интересный город. В то время, это начало 70-х, там очень направление, как джаз, очень расцветало. В общем, всеми цветами радуги. Потому что там в этом городе были очень классные музыканты. Меня тут же пригласили. Ну, поступив в училище, поступила по классу контрабаса. Меня тут же пригласили в оркестр джазовый. Потому что во Владимире там проблема была с бас-гитаристами. Вообще. То есть, всех было достаточно музыкантов. А вот с басистами там... Проблемы. И туго очень. Проблемы. Вот. И я был, в общем-то, на расхват. Потому что я играл и в оркестре, играл на танцах. Играл... У меня денег я зарабатывал достаточно. Константин Иванович, все-таки давайте к более понятным для меня, по крайней мере, вещам. Вот вы в руках держите красавицу, да? Какими инструментами вы вообще владеете? Я думаю, да, за вашу практику их много накопилось. И каким вы даете свое предпочтение? Контрабас. Потому что я профессиональный контрабасист. У меня есть академическое образование. Вот. Контрабас. Контрабас. Ну, естественно, гитара. Потому что гитара – это гармонический инструмент. Можно взять аккорды, можно поиграть мелодию. На контрабасе, собственно говоря, аккордов-то не возьмешь. Константин Иванович, очень приятно было видеть вас в нашей студии. Я думаю, инструмент без дела лежать не должен. Подарите нам минутку радости. Дорогие рязанцы, это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Семь минут» Субтитры подогнал «Семь минут»!